Добрый пятница, вот и Витёк Сахарок. Ну что, я гермастер, вот именник нашего торжества. И для того, чтобы всё получилось, я ещё взял бедненькую. Ром, доминиканский. Катисарк. Абраудрюсов, брюдь шампанское. Пивы тёмные светлые. Рэдбул. Кока-колы, добрые лаймы. Разнообразные соки. Вишнёвые. Вишнёвые обязательно. Фрукты и огурец. Тоник Швепс. Для начала, конечно же, конечно же, мы заценим сам ягермейстер. 1400 рублей, лаб, импорт. Меньше сивушных масел. Импортер. Синергия импорт. Ягермейстер. Старая штука, всем известная. Потреблять надо чистоганом минус 80 градусов. Но мы не будем использовать мельдов. Не, или в другого. Может быть трубочку. Нет, трубочку мы тоже не будем использовать. Итак, ягермейстер. Придумал его сын Вильгельма Маста. Вильгельм Маст владел заводом, который производил уксус. Всё это было в 19 веке. Сын Вильгельма увлекался охотой. И, как говорят, он умел идеально смешивать травы. Наверное, он делал хороший чай из подножной травы. Ну, не суть. Короче. Он смешал это всё. Ему понравилось. И изначально это был напиток для охотников, которые они делали. Праздничный напиток для охотников. Очень вкусный. Согревающий. Вкус салутана небольшой. Содержит 56 ингредиентов. Включая женщин, шефран, воживильник, лакрица и другие. Несколько лет Курт Маст смешивал все эти травки и получил эту штуку. Он придумал вот это валение. Из какой-то легенды про охотника. Разные бутылки, разные формы. Он ронял их на дубовый пол и смотрел, какая будет лучше. В конце концов он сделал форму фляжки. Молодец. Красавчик. Лаком в руки, барабан на ширину и на рельсы перед поездом, если поезд тогда в них ходил. Был, чьего владела луксная фабрика, у него был сын. Сын был травником. 80-го уровня. Смешал. Добавил пертяжки. А, ещё эту штуку выдерживаю из дубового бочка в течение года. Как вискарь или роу. А, я-яй. Это очень вкусно. Игримейстер, как и Лимон Чилло, получит свои 10 баллов в категории ликёр. Чистоганом можно пить в баре, в кафе, брать на прогулку. Если охлаждённый, то это вообще напиток гагов. Гага это гуси сортировки. Чёрные, потому что в мазуте измазались. Нефть везут. В цистернах она проливается. Так, будем мешать коктейли из этой штуки. И первый коктейл. Коктейли из коктейли. Называется Ягербул. Мешается он 50 Ягера 100 Редбула. Но поскольку коктейлей у меня много, мы будем половинить эти дозы. То есть 50 Редбула и 25 Ягера. Сюда мы наливаем 50 Редбула. САР работает исправно. Получилось 60. Ничего страшного. Редбула. Набьём. Значит не 25, а 28. Ягер. Ягер. Если кто-то не пробовал Ягер Мейстер, обязательно. Прямо сегодня. Можете завтра. Под шашлык. Под маслык. Под орех. Под шпарех. Ягер. Добавляем Ягер. Не мешайте это всё палочками для суши. Палочки. О, ничего себе напинется. Это отличный запах. Баблгам. Жвачка. Трава. И Редбулл. Ладно. Да, вкусный газированный Редбулл с травяным привкусом. Получается где-то 17 градусов. Конечно мешать энергетически с алкоголем. Дело такое себе. Но вот. Нормально. Пока нормально. Если я начну сползать вниз потом. Это всё из Редбула. Второй коктейль. Надо было какую-нибудь закуску подготовить. Ну ладно. Второй коктейль. У нас будет Оранжевый Охотник. Оранж Ханде. Апельсиновый сок. Апельсиновый сок. Джей Сэу. Собственно говоря. Ягер Мейстер. И. Дольку апельсина для украшения. Ягер 30. Апельсиновый сок. 100. Ну слабенький получается. Но давайте. Почему нет? 100 миллилитров соков наливаем. О. Вот и закуска. Сок. Не закуска. Забилон. Так. 100 миллилитров сока есть. Обновляемся. Обновляемся кстати. Ягер неудобно наливать. Может быть. Вот эта штучка. Поможет. Сделать это удобнее. Собачка. Ягер Мейстер. Мы пытались повторить многие. Производители ликеров. Что же произошло? Белуга. Хантинг. Очень близко подобралась. Но сделала его крепким. 38 градусов. Тундра. Похоже. Стоит 500 рублей пол-литра. Пятерочки. Похоже. Но не то. Есть еще. Ликер. Который называется. Бальзам. Бугульма. 250 рублей пол-литра. Это пить вообще нельзя. Кус похож. Но. Ротовая основа. Отвратить не надо. Так. Сейчас нам надо 30 миллилитров. Уиии. Да. Собачка. Блюет ягером. Прям вообще отлично. Силу пилит уже 75 грамм. И прям. Чувствую себя волшебно. Интересно. Надо ли это перемешивать? Конечно надо. Ягер. Туда. Вливаем. Хм. Цвет король. Конечно не очень. Что будет с апельсинчиком? А. А вот для чего туда апельсинчик. Чтобы цвет был получше. Так. Я думаю что апельсинчик это засовало. К этому вот на пейбень. О. Так. Нифига себе. Я думаю что это все должно немножко поставить. Но что-то по-моему перейдем к следующему коктелю. А это пускай понаставить. А следующий у нас коктейль кукумбер. Ягер. Спрайт. И огурец. По-по-по-наставим его. Так. Ягер. Спрайт. Что у нас там? Спрайт 150. Ягер 50. Огурец 1. Ну я думаю спрайта 100. Огурец 1. Ягера 35. Сделаем это квадратный бокаль. Люблю квадратные бокалы. А может надо было сперва сделать все коктейли. А потом тубы пробовать. Нет. Слишком жестко. Надо как-то 250. Ну ягер можно наверное 300 мл в час потреблять. Без опасения упасть под стол и вырубиться. Добрый лайм. Продукция компании Сососола. 100. Пальпенец приятно. В сторону. Ягер. Пускай бит 35. Прикольный стопка. Вот по эту каемочку наливается ровно 35 мл. Все это открывается в спрайт. Ну смотрите. Со спрайтом цвет гораздо приятнее. Если кто-то не видит апельсин. Апельсин мы прямо. Воу. Вот он типа еще. Ага. А не переборщил ли я с апельсина. Апельсин и апельсин высох. Овца потекла. Огурец. Снем что-то копает. Это вода. Потому что я его мыл. Кукумбирь делается с сальмурцом. Так. Размер стакана примерно вот такой. Разрезаем его на дольки. Кто придумал лук в водоогурец класть? Я ему что-то сразу запуска подъехала. Все. Огурец. Отпускаем. Он сварен пинц. Думаю этот коктейль у нас тоже готов. Блин, но выглядит прикольно. Но вот по сравнению с оранжевым охотником кукумбир прям в экзотический коктейль. Ладно. Кукумбир пускай настягивается. Оранжевый охотник будем считать, что настоялся. И можно его использовать. Ну то есть попробовать. Первое, я хочу попробовать сам апельсин. Че из него вышло. А вышло из него ни хера вкус апельсина. Пробуем коктейль. Очень слабенький. Кушано. Неимоверно. Но алкоголя совсем не чувствуется. Хотя его тут 30 миллилитров. Помните, когда я наливал, пока я не запекнул сюда апельсин. Я здесь был. Ну примерно вот так. Выпиваю такой коктейль. Он прям. Это просто апельсин. Ягер вообще не чувствуется. Для ягера это бесполезный коктейль. Ха. Но если надо кого-то вкусно напоить. Я думаю это подойдет. Как бывало, говорил Ольга Фёдорова. Мокрое место. Так. Кукумбир настаивается. Не стал шипеть. Не стал. Так. Ладно. Следующий коктейль. Ягер с шампанским. Вот это кстати пиво. Тёмное и светлое. Это твой для коктейли. Ну коктейли простые. Ягер пиво светлое. Ягер пиво тёмное. А это мы оставим под конец. Потому что после. Обычно после глубинных болтов и всяких гершей. Я немножко сворачиваюсь в трубочку. Мне это нравится. Но окружающим нет. Да. Подводная лодка называется. Шампанское. Шампанское взял. Небольшое. Как раз для таких случаев. Яй. Ягер мейстер. Шампанское 100. Ягер 50. Ну давайте расплавиним. Шампанское 58. Ягер. 27. Получилось 30. Где наша не пропадала. Даже в аптеке. Не пахнет вообще ничем. Ладно? Отвратительная вещь. Хорошо. Если вам будут предлагать ягер шампанское, отказывайтесь. Всё. Этот коктейль нашёл своё место в раковине. Ну что? Кукумбер. Валь. До тебя столько надежд. Ты такой офигенный. И выглядишь прикольно. Тоже стало с огурцом. Мы моделируем ситуацию. Допустим, ты такой плясал. Где-то в баре. В синем пушкине. Мне кукумбер. Тебе сделали. Принесили на столик. Ты ещё доплясываешь. А танец там в Питере пить или ещё что-то. Возвращаешься. И такой. Ну сейчас. Пробуем, что там принесли. Огурец замариновался. Вот буквально за сколько тут, сколько тут оно стояло? Минут 5-10. Надо было резать вот такими тоненькими дольками, как картофель кури. Олсам офигенные. Ближе к корочке хуже. Да, вкусненький огурец. Олсладенький, алкогуренький. Как же это на меня повлияет? Ладно, пробуем сам коктейль. Не за огурцами же мы тут собрались. Пахнет просто спрайтом. Вот это отличный коктейль. Огурец чувствуется, спрайт чувствуется, егермейстер чувствуется, всё чувствуется. Было ведь раньше такой. Спрайт огурец. Можно его просто поддержать с егером без огурца. Кстати, в рецепте было напитано, что можно использовать и солёный огурец. Но мы не будем. Блин, какой вкусный огурец. Эф. Кукумбер. Отличная вещь. Рекомендую. Вот эту штуку. Она простая. Её можно делать. Огурец на самом деле не так много привносит, но он как бы сам становится вкусным и является закуской. Кукумбер как рэп. Становится вечным. Следующий коктейль у нас уже будет состоять из двух алкогольных напитков, но главный всё равно Ягер. Называется он Песчаный Бластер. Ягер 50, Ром 20, Кола 100. Но Ром, мне кажется, зря вделили. Надо сделать Ягера 40, Рома 30 и 100 Кола. Берём ещё один. Пока. Добрая Кола. Как же нам бы гейт. Я знаю, как всех рассмешить. Белая майка. Добрая Кола. Надо сыграть на контрастах. 100 миллилитров. 100 миллилитров Кола есть. Ром. Доминиканский Роу. Ром Барцелла. Есть у меня видосики. В актуальном. Вещь хорошая. Хорошо идёт Чистоганом. И Березноганом. И как это сейчас сказать? 30,5 градусов. 30 грамм. Окей. Я уже заговариваюсь, но со временем буду заговариваться ещё больше. Это нормально. Параозик летюшки на лаукоголизм. Приехал к Ягер Мисте и захотел попробовать всё ли сразу. То есть добавляем в Колу. Ни хрена себе. Теперь 40 миллилитров Ягера. 41. Добавляем. Кола Ягер Ром. Песчаный бластер. Пахнет Колой. Всё чувствуется. Кола чувствуется. Ягер чувствуется. Ром тоже чувствуется. Но весь этот напиток на любителя. Вот если есть любители типа Ром, Кола, Кокос. Вот такого. Это им зайдёт. Убираем в сторону. Допивать не будем. Так. Второй коктейль с Ромом называется Альпинист. Ягер Ром. Ананасовый сок. Альпинист. Ананасовый сок. 30. Ром 30. Ягер 30. Всего по 30. Ну давайте пробовать. Вот такой ананасовый сок. Ну я думаю на самом деле это несправедливо. Льём по 50 ананасового сока. 30 Рома и 30 Ягера. Так будет нормально. 50. Нам ещё до водки надо дать. И до Ви... А, и до Ви скорее. 30 Ягера. Ягер Министер. Счастливо добавляем его. Вот сюда. И мы счастливы. Опять оттенок стал. Блин, Ягер своим оттенком портит внешний вид всех коктейлей. Ром. Во всех коктейлях написано белый Ром. Но белый Ром я не люблю. Поэтому я купил не белый. 30. 30, 30, 50. Цвет компота. Я к этому уже привык. Много коктейлей из Ягера выглядят как компот. Ребята, давайте жить с Ягером. Пахнет алкогольным ананасом. По-моему, Альпинист будет офигенным. Да, это вкусно. Ягер Ром Кола фигня. Ну, как бы на любителя. Но вот это вкусно. Ягер Ром ананасовый сок. Коктейль Альпинист. Очень вкусно. Я не знаю почему, но он ананасовый сок с Ягером и Ромом. И, кстати, это крепко. Это неимоверно крепкий напиток. Следующий коктейль называется Шипучий Ягер. Делается он из швепса. 100 миллилитров швепса, 50 Ягера. Гриппшук. Гриппшук. Презусствует. Швеп. Эвервес. Туник. По-моему, это Пепси. Пепси, Пепси. Пепси-ко. Да, вот, кстати, Пепси-мужики не стирают всякую фигню. В бутылке написано. О-о-о, Пепси-ко-холдинс. Типа, да, мы произвели. Шипучий Ягер. В этот раз, ну, немножко... А не будем? Почему? 100 миллилитров швепса. Мне кажется, это будет вкусно. Льем 100 миллилитров, как по рецепту. 100 миллилитров швепса. Как же все эти коктейли с гадиками чешут вон здесь височки приятно. И тут немножко затылочек. Очень приятная вещь. Жизнь становится интересна. Вепс. Есть. Ягер 50. По-моему, в этот бокал 50 к ним влезает. Еще глянем. 45. О, блин, вообще, это прям мерный стаканчик. У него там 30, 40, а вот так в краях 50. Опять наблюдаем мутный цвет. Нет, вот. Я не знаю, видно? Ягер со швепсом. Это совершенно не мутная субстанция. Она выглядит очень приятной перли. Рефрукт. Я так понимаю, что это именно тот коктейль. Он должен немножко настояться. Настоящий коктейльчик. Так, раз, два. Наверное, хватит. Нет, давайте еще один. Чтобы не было места свободного в стакане. В стакан. Повторяется один грейпфрукт. Нет, все-таки третий был лишний. Шепучий Игер у нас ждет. Это я просто съем. Грейпфрукт, кстати, офигенный. Так, пока шепучий Игер настаивается. Темный охотник. Ягер кола лимон. Хэ, лимон, как я выяснил. Он любой напиток превращает в нектар. Сколько кола? Кола 100. Кстати, как называется? Темный охотник. У меня холод темный и Ягер темный. Это вот большинство названий, которые связаны с Ягером. Они все, короче, охотник, охотник. Так, 50 Ягера. Мы уже знаем, что это полная стопочка. 49. Лимонов я купил за пазлом. Не как в прошлый раз. Потому что и сока лимонного как такого нету. Его нужно делать. Поэтому сейчас мы поступаем к написанному рецепте. То есть берем некоторые дольки. И опускаем сам коктейль. У нас опять будет настаиваться. И один лимон у нас превращается в соп. Лимоном этот. Ага, киринный коктейль. Так, два коктейля настаиваются. Шипучий Ягер и темный охотник. Перейдем к следующему коктейлю. Его настаивать не надо. И он наверняка будет отличный. Потому что это просто Ягер Мейстер. И вишневый сок. Вишневый Ягер называется. Вишневый сок я люблю такой. Он осветленный. Это нектар. Очень приятный вкус косточки. Сколько у нас? 100 вишневых, 50 Ягер. Здесь мы уменьшим количеством. 50 грамм сока. И 25 грамм Ягер Мейстера. Ну наконец-то. Этот коктейль не нужно настаивать. Его можно перемешать. Лимончик шипит. Грейпфрукт шипит. Это все шипит в коктейльчике. Ну вот в тех двух, которые стоят, ждут. Кого ждут? Меня. Да, очень вкусно. На мой взгляд, даже Ягера надо больше. Слишком много вишни. Просто бодяжить Ягер с очневым соком один к одному. Это уже очень простой и эффективный коктейль. Вкусно. Нравится. Вишневый Ягер. Молодец. Хорошие рецепты. Допил до конца. И идем теперь к нашему. Швабус грейпшрук. Вот он. Надо попробовать грейпфрукт. Что с ним стало? Совершенно ничего. Он остался грейпфруктом. Окей. Пробуем коктейль. Пахнет швипсом. Напоминаю шипущий Ягер. Ягермейстер 50, швипс 100 и долька грейпфрукта. Я думаю, грейпфрукт тут просто для красоты. Но коктейль очень вкусный. Да, вполне себе приличный пойло. Льда трубочку. И можно таким убираться весь вечер. Отличная вещь. Нравки. Так, переходим. Темный охотник. Напоминаю. Темный охотник. Ягер 50, кола 100, лимон. Немножко еще лимонного соку мы туда выдавили. Что же стало с лимоном? О, он вяренький стал. Лимон не вызывает кислоты. Стоял тут 5 минут, но кислота не чувствуется. Ну, в смысле чувствуется, но не так сильно, как будто если вот чистоганом взять лимон сейчас. Нет, так не надо. Лимон заглушил и колу, и Ягер. Этот коктейль прикольно пить, если ты не знаешь, что ты пьешь. То есть это просто лимон с компотом. Тут даже не понять, что это. Не, прикольно, но что это, непонятно. Не чувствуется Ягер совсем. Следующий. Черная молния. Это коктейль с водкой. Кстати, с лимонным соком и клюквенным морсом. Но клюквенного морса я не нашел, поэтому я принес гранатовый сок. Прямой отшум. Они похожи. Похожи? Похожи. Ягер 30 водка. Давайте делаем это как шоу. 30 сюда. Ну, только сюда на нем лезет, да? Ладно, делаем как шоу. Прямо вот в этой баклажечке. Ягер 30. Водка 30. Беленькая. Ни хрена себе. То есть вот это, сейчас это здесь водка Ягер. Это уже полвокала почти. Клюквенный морс. Мы его меняем на гранат. И всего лишь 15. И третий ингредиент у нас лимонный сок. Тоже 15. Выдавливаем. Если кому-то интересно, я выдавил 18 грамм лимонного сока сейчас. Пока в сторону. Следующий у нас на очереди. Пылающий олень. Пылающий олень это виски, ягер, апельсин. Во, в коем-то веке в коктейле с ягером виски больше в два раза. Это, кстати, тот шот получается. Виски, ягер, апельсин. Ягер 15. 20. Ну ладно. Виски. Если был ягер 15, виски 30, то при ягере 20, виски 40. Катя 40. Ничего себе. Почему-то в бокалах всегда это все выглядит вот прям... Типа только крепкий алкоголь не ливаешь, его там прям много. И все, что остается добавить, это апельсин. Давайте, пару долек срезаем. Ало, все. Апельсин. Все это, мне кажется, надо, чтобы постояло с фруктами. Так, в последнем вискаре у нас просто ягер 50. 50 сок, яблочный 100. Яблочный сок. Вот такой я купил свернет. Не люблю яблочный сок. 100 миллилитров яблочного сока. Блин, он 25 кеял с трубочкой. Это похоже на закуску. Прошу помнить, у нас два коктейля настаиваются. Вот вишневый сок и ягер мейстер. Было офигенное сочетание. Смотрите, какой яблочный. Красивый и светлый. Ну-ка, вливаем. Да, он тоже очень приятно выглядит. Не мудный, не как компот. Отлично выглядит. Ничем не пахнет. Да, самые вкусные и простые коктейли у нас под боком. Вот, пожалуйста. Ягер с яблочным соком. Называется яблочный мастер. Тоже отличная вещь. Вкусно. Сок чувствуется, яблоко чувствуется, кислинка. Ягер мейстер тоже чувствуется. Градусов тут получается, ну, где-то 12-13. 100 яблочного сока, 50 ягер. Отличный коктейль. Кукумбир, конечно, лучше. Просто он выглядит прикольно. И на вкус прикольный. Брайан. И возвращаемся. Наконец-то. К нашим настаиваемым ублюдкам. А что у нас там настаивается? Пылающая лень. То есть виски 30, ягер 15 и апельсин. Апельсин живой. Хочу попробовать сам апельсин. Что с ним стало? Да, апельсин стал алкогольным. Пробаю. Отвратительная вещь. Ох, хос. Это просто ужасно. Точно, пахнет самогольным, потому что там катисарк. Да. Перемешку с лимоном. Ой, с апельсином. Это какое-то пойло. Пылающая лень. Это пить нельзя. Просто для эксперимента. Попробуем катисарк чистоганом. А вдруг проблема в нем? Проблема не в нем. Он отличный. Проблема в смешивании виски и гермейстера, и апельсина. Странная вещь. Ну и второй коктейль, который у нас настаивает, называется черная молния. Если непонятно, вот это черная, а вот это молния лимонная. Попробуем, что стало с лимончиком. Он по-прежнему лимончик. Пробуем. Ягер 30, водка 30, лимонный сок 15. Клюкву, которую я заменил на гранат 15. Это, кстати, тоже шот получается. Вкусно. Прям очень вкусно. Я не знаю, как было бы с клюквой. Загорелось, сколько вкуса. Чувствую, меня ждут вот веселые выходные, потому что у меня есть все для вкусных коктейлей. Ааа, реально вкусно. Черная молния, получаете лайк. Подведем итоги. Итогов я не помню. Надо смотреть все. Ягермейстер не подкачал, повел себя достойно. Курт Маст, который придумал эту смесь трав и настаивал его в бочках целый год и в дубовых. Красавчик. Мне за ее старалось. До встречи в следующей пятнице.